Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Австралии до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Всех милей! Что уже успел сказать и сделать президент Аргентины. Прошло уже полгода с тех пор, как аргентинским президентом стал 53-летний правый популист Хавьер Милей. Дерзкий и очень экспрессивный новичок в политике, сторонник теорий заговора во всем на свете. Непримиримый антикоммунист, в юности рок-музыкант и футболистов, впоследствии телекомментатор, политик, бизнесмен и экономист, называющий сам себя анархокапиталистом, который при этом симпатизирует Владимиру Зеленскому и Дональду Трампу и с неприязнью относится к Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Его предвыборная кампания и приход к власти взбудоражили всю страну, а по большому счету и весь мир. Однако еще больше встряхнули всю Аргентину несколько месяцев его правления. Какое впечатление Хавьер Милей производит на аргентинцев теперь? Какие радикальные реформы из всего им обещанного он успел провести и как они повлияли на благосостояние народа? И в какую сторону Милей разворачивает внешнюю политику Аргентины? Именно об этом и пойдет речь в нашем новом выпуске «Атласы мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. 9 мая по всей Аргентине пройдет общенациональная забастовка против политики Хавьера Милея. По некоторым данным, уровень бедности в Аргентине в апреле этого года составил почти 59%. Это самый высокий показатель за несколько десятилетий. В конце прошлого года он находился на отметке около 50%. Сегодня бедными считаются по меньшей мере 27 миллионов аргентинцев. При общей численности населения 47 миллионов 300 тысяч. С другой стороны, благодаря Милею, его резкому сокращению бюджетных трат и ликвидации половины министерства и госучреждений и приватизации убыточных государственных компаний, инфляция в Аргентине непрерывно снижается. Если в прошлом году она была одной из самых больших в мире, до 25% в месяц, то теперь она уже упала до 9% в месяц. Во внешней политике Хавьер Милей пока ведет себя так же, как и обещал. Он иногда высказывается в поддержку Украины, в поддержку Израиля, отказался вступать в блок БРИКС, ведомый Россией и Китаем, хотя прежние аргентинские власти это планировали. Он все так же называет социализм главной общемировой опасностью и раз за разом заявляет о намерении сделать Аргентину вновь великой, повторяя лозунг своего кумира Дональда Трампа. Так что может ждать Аргентину при Хавьере Милее и в ближайшем, и в более отдаленном будущем? Моя сегодняшняя собеседница Екатерина Базанова, много лет живущая и работающая в Буэнос-Айресе, корреспондентка телеканала «Настоящее время». Какой сейчас имидж Хавьера Милея? Нужно очень четко понимать, как политически устроено аргентинское общество. Я это всегда объясняю, как такое общество футбольных болельщиков. Оно очень сильно расколото. Очень многие люди, которые голосовали за Хавьера Милея, они на самом деле очень фоматично уверены в том, что он прав. И несмотря на то, что, естественно, очень сильно экономическая ситуация бьет и по тем людям, которые за него голосовали, но все равно они говорят, мы сейчас потерпим, а потом будет лучше. Вот мне сейчас плохо, у меня нет денег, я вынужден ребенка перевезти из частной школы в государственную. Но я верю, что вот инфляция упадет, и все будет хорошо. То есть пока я не могу сказать, что многие люди, которые голосовали за Хавьера Милея, в нем разочаровались или начали в него не верить. Люди, которые ненавидели Хавьера Милея, которые никогда его не поддерживали, они абсолютно остаются на своих позициях и в каждом дне видят подтверждение своей правоты. Вот так выглядит аргентинское общество. Есть ли какие-то социологические опросы, последние данные, какова его сегодняшняя поддержка среди населения? Есть у него 50% или нет? Как я видела последнее, это было где-то около 50%. От 47% до 53%. Опять же, оговорюсь вот в чем. В Аргентине нету нейтральных СМИ, нет нейтральных экономистов и нет никаких нейтральных агентов по изучению общественного мнения. Поэтому в зависимости от того, где это появляется, на это нужно делать скидку. Какие радикальные реформы с всего обещанного он успел уже провести? Вот я знаю, например, что в числе закрываемых госучреждений на очереди вроде еще государственное информагентство ТЭЛАМ. А еще? Хавьер Милей сейчас пытается через парламент провести глобальную реформу, можно сказать, всего государственного устройства. И один из параграфов касается как раз того, чтобы разрешить приватизировать не только информационное агентство. Информационное агентство это так, ну, то есть по боку. Главное это аргентинские авиалинии, это АИСА, АИСА, это водная служба Аргентины. Ну, то есть такие глобальные вещи, да, которые касаются прежде всего каких-то общественных сервисов. Он не может это сделать без разрешения парламента. В феврале в Нижней Палате Парламента провалился этот закон. Он называется, если по-русски, закон об основах. Сейчас со второй попытки Нижняя Палата Парламента его приняла, но опять же остается Верхняя Палата Парламента. И надо понимать, что у Хавьера Милея в обеих палатах меньшинство. То есть зависит от того, насколько его депутатам удастся или не удастся договориться с традиционной оппозицией. Если ему удастся это провести, то тогда да, тогда очень многие крупные государственные компании будут выставлены на приватизацию. Это не новая история для Аргентины. В 90-е годы все эти компании уже прошли через приватизацию. Абсолютно коллапсанули с экономической точки зрения. И потом государство их покупало очень часто просто за один доллар. То есть настолько ничего не функционировало. Больше всего, конечно, опасения за авиалинии, которые очень хорошо работают для Латинской Америки. Если честно, я не вижу таких прям кроме идеологических причин для того, чтобы их приватизировать. И, конечно, водная служба. Потому что водная служба в начале 2000-х годов, здесь был невероятный скандал. Она была приватизирована французской компанией. И было скандально, потому что выяснилось, что они не очищают воду, что просто сливают в Лаплату. Лаплата – это пресный залив, на берегу которого стоит Буэнос-Айрес и вся провинция. То есть, как бы, опасения есть. Но кроме вот этой программы приватизации всего на свете, вообще, чем еще Милей готов и реально сможет в ближайшее время взбудоражить страну? Он ведь обо всем на свете уже высказывался. От абортов и владения оружием до еще очень многих вещей. Или пока весь пар у него, что называется, больше уходит в свисток? Нельзя сказать, что что-то уходит в свисток, потому что, на самом деле, Аргентина все-таки президентская республика. И очень многие вещи здесь могут решаться декретами. То есть, на самом деле, декретами можно править. Это не супер, как бы, соответствует Конституции, но это есть. Во-первых, то, что уже произошло и очень сильно ударило по кошелькам. В Аргентине на протяжении многих лет многие цены были зарегулированы. Ну, то есть, вот, например, в Буэнос-Айресе есть закон, который был отменен Милеем. Он регулировал контракты на съем недвижимости. То есть, все эти цены освободили, контракты теперь можно заключать в любой валюте и так далее. И, естественно, все стали выставлять цены, какие хотят. Поэтому очень многие люди, которые снимали квартиры, вынуждены либо переезжать в более маленькие, а кто как раз оказался на границе перезаключения контракта, для многих это просто трагедия. То есть, люди не понимают вообще, что делать, потому что вдруг все-все-все стало недоступным. Другая вещь, которую разрегулировал Хавьер Милей и которую теперь они обратно пытаются зарегулировать, это все, что касается медицинской страховки. В Аргентине есть бесплатная медицина и есть платная. Естественно, если ты относишься к среднему классу, ты все равно так или иначе стараешься иметь медицинскую страховку, потому что это быстрее, это комфортнее, это возможность, например, вызвать врача на дом. И цены выросли невероятно. То есть, с декабря по нынешний день на 150% подняли страховку. И некоторые компании настолько перегнули палку, что сейчас правительство заставляет их через суд откатить, чтобы их повышение цен соответствовали инфляцию, а не превышали в два раза. На самом деле, Милей в этом плане испугался рынка, потому что он-то верит, что рынок все самое отрегулирует, а вот что получил. И правительство испугалось. Почему? Потому что страховки больше всего ударяют по среднему классу и по людям, скажем так, более обеспеченным. И не то, чтобы все остались очень довольны такому повышению цен. Плюс все, что касается транспорта. Транспорт очень сильно подорожал. Людей, например, которые едут из провинции на поезде, на автобусе и на метро и получают минимальную зарплату. Минимальную зарплату получают миллионы аргентинцев. Для них это очень сильный удар по кошельку. Плюс сейчас все очень опасаются, насколько поднимут цвет и газ. Потому что обещание Хавьера Милея – это полностью исключить субсидии. И это значит, что буквально к июню, например, цена на газ по сравнению с прошлой зимой вырастет на 500%. То есть это в два раза выше годовой инфляции. То же самое, скорее всего, будет происходить со светом. Очень многие люди просто не смогут оплачивать эти тарифы. Я не очень понимаю, как это будет. Будут отключать свет или все будут очень сильно экономить. Потому что у нас нет центрального отопления. Я говорю сейчас только про Буэнос-Айрес. Понятное дело, что в каждой провинции там своя история. Потому что в Патагонии, да, снег и холодный, у них есть центральное отопление. Но когда в Буэнос-Айресе ноль, у тебя нет возможности финансовой протопить свой дом или свою квартиру, люди будут просто чудовищно болеть. Действительно ли уровень бедности постоянно растет с момента его прихода к власти, о чем мы сказали уже? Но при этом очень быстро все же снижается инфляция. Я смотрел данные, если в прошлом декабре она составляла 25% в месяц, то к июлю, по прогнозам, упадет до 7%. Что, конечно, тоже много. Но ведь за весь прошлый 2023 год она была вообще на ужасающем уровне. Там чуть ли не в 200% годовых. На самом деле прогноз, который дает, что в 2024 году инфляция будет больше 200%. Инфляция очень сильно коллапсанула в декабре именно из-за того, что Хавьер Милей пришел к власти. И в Аргентине вот именно этот пик инфляции, он чаще всего приходится на смену правительства. То есть одни ушли, другие пришли. И вот эта вот бесконтрольная совершенно ситуация, она дает такую историю. Есть макроэкономические показатели, безусловно. Но то, что я вижу каждый день, и то, что мы все видим каждый день, бедность не то чтобы растет, она просто визуально растет. Больше людей на улице. Сейчас, например, если мы не говорим про инфляцию, самое низкое потребление мяса за 30 лет. Растет потребление маты. Это значит, что люди, особенно необеспеченные и особенно пенсионеры, начинают заменять обед или завтрак, заменяют маты. Есть куст, который называется по-русски падупарагвайский. С него собирают листья, высушивают, измельчают и пьют с горячей водой. Ну, эффект как от хорошо заваренного зеленого чая или кофе. То есть маты пьют ради того, чтобы взбодриться. Другой его эффект перебивает аппетит. Это традиционный напиток для Аргентины, для Уругвая. Еще как бы с времен, скажем так, доевропейских. До того, как Южная Америка стала колонией Испании и Португалии. Вот, но это просто очень такой показатель тревожный. То есть, когда начинает расти потребление маты. Потому что оно никогда не растет от хорошей жизни. Маты перебивает аппетит. Что касается падения безумного совершенно потребления. Ну, например, даже еда больше 11%. То есть, это то, что дают супермаркеты. Одежда минус 30%. Если мы говорим о шоппингах каких-то больших, то по их показателям потребление упало на 25%. Например, бытовая техника с того момента, как пришел Милей, упала на 50%. Потому что, ну, люди, у кого есть деньги, стараются их как-то экономить и пока не покупать. А выросшие невероятно цены, даже какой-нибудь холодильник или какую-нибудь стиральную машинку для очень многих людей делают, ну, просто недоступно ее покупку. В самом начале президентства Милей вместе с Патрисией Булрич, министром безопасности Аргентины, кстати, также бывшей кандидаткой на выборах президента, она третье место, по-моему, заняла. Он ведь ввел новые правила проведения протестных акций. А протестов стало больше. И, насколько я знаю, полиции теперь разрешено применять силу для разгона несогласных и вообще за организацию там незаконного собрания, митинга в Аргентине. Теперь ведь можно получить большой тюремный срок. Когда в начале 2000-х годов здесь были невероятные народные выступления и были погибшие именно из-за столкновений с полицией, был принят протокол, который максимально ограничивал возможности полиции, то есть они должны были быть без оружия и так далее. Патресия Булдрич, которая идеолог сильной руки, действительно протащил этот протокол, который позволяет полиции намного больше свободы, скажем так. Но одно дело, когда вы имеете небольшую демонстрацию, небольшая демонстрация для Буэнос-Айреса, ну, например, не знаю, 10-15 тысяч человек. На последней демонстрации против Хавьера Милея, я имею в виду прежде всего 24 марта, это марш в память жертв диктатуры. И 23 апреля, если я не ошибаюсь, был марш в защиту бесплатного государственного образования. Это были сотни тысяч человек. С ними полиция не может делать ничего. Они просто, ну, как бы, наблюдали. Потому что Булдрич не хочет, чтобы люди занимали проезжую часть. Но когда, например, выходит 700 или 500 тысяч человек, они просто занимают центр города. И все. И полиция ничего не может делать. Тут вопрос к количеству людей. Вот такая ситуация. Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моей собеседницей, аргентинской журналисткой Екатериной Базановой, мы к вам вернемся. Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульмально, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с работающей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой продолжаем разговор о том, что успел за несколько месяцев сказать и сделать новый президент Аргентины Хавьер Милей. Во внешней политике Хавьер Милей придерживается предвыборных обещаний. Во-первых, мы все помним, как на его инаугурацию прилетел президент Украины Владимир Зеленский и их объятия. С тех пор высказывался Милей как-то по поводу войны и Украины. Вот он не так давно передал Киеву два вертолета российского производства. Еще там решил купить на 300 миллионов долларов истребитель F-16 у Дании в рамках общего обмена самолетами между западными странами в связи с помощью Украины. Все, что касается выступлений Хавьера Милея, сделано, скажем так, на аргентинскую аудиторию. Аргентинцев больше всего сейчас волнует собственный кошелек. Я могу честно сказать, что международной политикой, даже вот просто по полосам газеты и так далее, и по телеку, люди интересуются во вторую очередь. Никаких громких заявлений по Украине вот именно после его таких предвыборных заявлений и приезда Зеленского, честно, я не помню. Я видела небольшую новость, что один из вертолетов, который передала Аргентина, уже подбит. И на самом деле у аргентинцев это не вызвало никакого восторга. Многие, я бы сказала, большинство аргентинцев все же поддерживают, безусловно, Украину. Но нет людей, которые бы говорили, что вот у нас сейчас нет денег, у нас жуткий экономический кризис. Но, несмотря на это, мы как-то должны, значит, что-то выделить от себя и передать. Нет. Лишен финансирование Институт национального кино. Как минимум, с начала управления умерло, наверное, около десятка людей, раково больных, которые не получили те лекарства, которые им должно было государству. Он постоянно повторяет. Денег нет. Денег нет, денег нет на это, денег нет на университеты, денег нет ни на какое строительство. Но при этом мы покупаем 24 самолета. Если честно, это странно. Может быть, суперправо-радикальные люди видят в этом какое-то обновление армии и так далее, но я не видела никаких положительных отвлеков. Это глупость какая-то. Но Аргентина не нуждается сейчас в самолетах. Мы ни с кем как бы не боюем, ничего. Понятное дело, что это его игра с Соединенными Штатами и так далее, ровно так же, как поданная официальная заявка для того, чтобы Аргентина стала глобальным партнером по НАТО. Но такого живого отзыва именно среди местных? Нет. Всех волнует цена. Всех волнует кризис, зарплаты и так далее. Милей ведь официально отказался от приглашения вступить в БРИКС, а заявка на членство в БРИКС ранее была направлена экс-президентом Аргентины Кристиной Киршнер. Он ведь много раз говорил, что не намерен укреплять никакие там связи, отношения с Бразилией, с Китаем, с Россией. Он их всех называл оплотами коммунизма. Об этом что-то он тоже говорил, хотя бы во внешний мир, что называется, но может и во внутренний. Хавьер Милей много всего наговорил, но после его разговоров Китай, который один из основных покупателей аргентинского мяса, начал эти закупки снижать и предпочитать Бразилию, предпочитать Ургвай. И Милей был вынужден тут же, вот она недавно вернулась, послать министра иностранных дел, собственно, в Китай, для того, чтобы перевести переговоры, для того, чтобы перезаключить контракты. Плюс Аргентина очень сильно в долгу, я имею в виду, закредитована Китаем. Поэтому разговоры разговорами, но как бы действия такие, то есть мы посылаем огромную делегацию вместе с министром иностранных дел, чтобы ни в коем случае не потерять эти контракты. Сами понимаете, если вы как бы не хотите продолжать торговать с Китаем, ваши действия были бы совершенно другими. Плюс наш министр иностранных дел такая женщина довольно странная, потому что после того, как она пролетела из Китая, у нас тут очень громкая медийная история. У Китая с 2000, если я не ошибаюсь, с 2014 года есть космическая станция в Аргентинской Патагонии. Им запрещено там заниматься любыми исследованиями в военных целях и так далее. Но вот она существует, и недавно аргентинские власти проводили там инспекцию для того, чтобы понять, соответствует ли это заключенному договору и так далее. Все закончилось ничем. Посмотрели, сказали, что никаких военных там нет. Но министр иностранных дел сделал жутко скандальное заявление, сказав, ну что, там китайцы, а китайцы все одинаковые. Ну, то есть звучит с таким супер совершенно российским подтекстом. Они потом вынуждены были официально извиняться и так далее. Пекин никак не отреагировал на это заявление, но теперь все опасаются, что отреагировать они могут просто не перезаключив контракты на закупку того же мяса или той же сои. Еще очень важная и болезненная для Аргентины тема. Хавьер Милей ведь буквально на днях в интервью британской корпорации BBC сказал, что признает тот факт, что Фалклендские острова находятся под властью Великобритании. Но, правда, тут же добавил, что Буэнос-Айрес хочет все же получить этот архипелаг, но без всяких конфликтов. Какая реакция была на это? Мальвинские острова – это просто такая национальная травма для всех аргентинцев. Потому что с детского сада, могу сказать, как родитель, который вводит ребенка в детский сад, их учат, что Мальвинские острова, они аргентинские, что они оккупированы в Великобритании, им рассказывают про события 1982 года, про потопленный корабль имени Бильграна. То есть с самого-самого детства все это обсуждается. Очень трудно с аргентинцами в этом плане поддерживать какой-то логический разговор, потому что у них все уходит на эмоции. То, что проговорил Милей, если мы отвлечемся от этой национальной травмы, он проговорил абсолютно очевидные вещи. Да, Кэмерон съездил на Палкленские острова, да, Палкленские острова или Мальвинские острова находятся сейчас под Великобританией. Для многих здесь это, конечно, очень болезненно, безусловно, потому что восхищение Маргарет Тэтчер и в целом восхищение Великобритании и так далее, это не то, что у многих аргентинцев вызывает какие-то положительные эмоции. Но опять же, для большинства людей, которые голосовали за Милея, главное, это не внешняя политика. Главное, это экономика. Люди ждут экономических результатов. Вот если роста не будут, то Милея просто могут съесть живьем. Говорят, что он со своей подругой расстался, Фатимой Флорес, которая ведь так его поддерживала сильно во время предвыборной кампании. Это чисто личное его дело или там за этим что-то стоит? Большинства аргентинцев абсолютно нет никаких сомнений в том, что Фатима Флорес это была просто нанятая персона для того, чтобы немного изменить и улучшить имидж Хавьера Милея. Дело в том, что самый близкий человек у Хавьера Милея и, скажем так, неофициальная первая дама это его сестра Карина. И иногда это смотрится довольно странно во всех отношениях. Он с ней путешествует, она секретарь, он специально для нее поменял декрет, который запрещал брать на государственные посты родственников. Аргентина все-таки страна очень семейная. У Хавьера Милея нет детей, у Хавьера Милея нет жены. Хавьер Милея до президентских выборов на протяжении многих лет вообще не поддерживал никаких отношений с родителями и даже называл их трудно найти синоним в русском языке. Ну, типа, как просто люди, которые его родили. Я не говорю «мама и папа», я говорю, что просто «мои производители». Поэтому очевидно совершенно, что она была нанята и они изображали, конечно, какие-то там страстные свидания и так далее. Она хорошо сыграла свою роль, но сейчас очевидно, что этот предвыборный этап, первый этап его речи прошел и они абсолютно нормально расстались. Ну, то есть, что она продолжает свою карьеру актрисы, а он, мол, мы дружим, мы друг друга понимаем, никакой ссоры, никаких обид, но просто вот наши отношения подошли к концу. Никто никогда не верил в том, что там какая-то настоящая любовь, правда. А можно поподробнее о сестре? Что она за личность? Карин Милей самый преданный человек Милею, который с ним просто всегда. Всю предвыборную кампанию и сейчас во всех поездках и так далее. То есть, он часто шутит, но на самом деле я думаю, что в этой как бы шутке есть очень большая доля правды, что, мол, настоящий шеф это она, это не я. Она же летала с ним вот сейчас в Америку, когда они встречались с маском. Источники разных СМИ говорят о чем? И Кавьер Милей, и Карина Милей, они немножко помешаны на теме духовных практик, спиритических сеансов, астрологических прогнозов и так далее. Ну, во-первых, он же общается наверняка, вы слышали, со своей умершей собакой через такие тоже духовные практики. Говорят, что она вот абсолютно такой теневой лидер. Именно очень многие решения, которые он в итоге принимает, в их основе есть какие-то ее вот такие спиритические сеансы. На самом деле, это человек, который вызывает опасения. Таких у нас еще не было. Во всех речах Милея, он же абсолютно уверен, что он мессия, что ему, собственно, небо дало возможность изменить Аргентину. Многие люди говорят, что, ну, имею в виду, кто голосовал из Милея. Ну, мол, у каждого своя блажь, пусть, мол, он развлекается. Ну, например, то, что обсуждалось последний раз, вот эта вот история, которую я уже коснулась с медицинскими страховками, что якобы откатить ее обратно, как раз приняла решение после некого спиритического сеанса. Надо еще понять, что главный мем Аргентины сейчас касается собак Милея, потому что практически каждую неделю его официального спикера, журналисты, особенно оппозиционные, мучают вопросом, слушайте, а сколько же у нас у президента собак? Четыре или пять? Потому что есть вот эта вот собака, которая Конан, знаменитая, любимая, мой сыночек, как его называет Милей, который вроде как умер и был клонирован и отсюда получилось четыре собаки, но Милей исключительно говорит о них как у меня пять собак. Я разговаривал с Конаном, Конан мне сказал и это все вот абсолютно в серьезном ключе каких-то официальных заявлений, каких-то официальных президентских интервью и так далее. Вот такой вот аргентинский мем и довольно своеобразный наш президент. Напоминаю, что это было мнение Екатерины Базановой, работающей в БНС-Айресе, журналистки и публицистки. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах от Apple Podcasts или Google Podcasts до iTunes или Castbox. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграм и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Юлия Голубева, а я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, «Не болейте» и мира нам всем. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин